Вы, Беса и Сына, и Святого Духа. Святой Апостол Павел нам говорит, глядите, как опасно ходите. Значит, смотрите осторожно, как мы опасно ходим. Почему же Апостол сказал такие слова? Если хочешь, мы в Евангелии находим ответ. Потому что молодой человек приходит, и спросите, как бы знает заповеди, а в то же самое время он пустой. Он внешнего понимает, он умственно понимает, а сердцем не разумевает. То есть он не понимает именно в глубине души, что это с датами означает. Потому что он спрашивает самый главный вопрос в жизни, самый главный вопрос на этой земле, что именно делать, чтобы наследовать Царство Небесное, чтобы наследовать вечную жизнь. А что может быть важнее, что может быть краснее и лучше, чем вечную жизнь. Самый главный вопрос, но когда он получал ответ, он не мог справиться с ответом, он не мог принадлежаться с ответом, он не мог согласиться с ответом, скорбно отошел, потому что был очень богат. И не богатство его восприняло, или мешало ему принимать закон Христов, а любовь к богатству, что он любит свое богатство, любит свою жизнь, любит себя, больше Бога, больше своего вопроса. Он спрашивает, как будто бы хотел ответа. И так не получил, что ему хотелось. И так мы с вами опасно ходим. Потому что наше самолюбие, наше именно понятие, о том, что я буду знать закон Христов, и тем не следует Царство Небесное, недостаточно. И так, что мы понимали не только умственно, не только в нашем уме, но в нашем сердце, в нашем бытие, в нашей Души. Именно как следовать за Христа, потому что Господь сказал, продай все, и следуй за Мною. И я, значит, следовать за Христа, чтобы это у нас было самое важное, для этого было на первом месте. Так что, если хорошо живется, а у нас здесь, в Канаде, именно и хорошо живется, можно забывать Бога. Можно обманывать себя, думая, что я знаю заповедение, я исполняю даже. Я в храм хожу, я в церковь хожу. А как твое сердце? Какая же твоя душа? Не темная или светлая? У Бога угодная или самоугодная? И вот это как опасно угодим, чтобы мы ничего ставили выше Бога, чтобы мы ничего не ставили выше вечной жизни. Потому что это самое главное. За тобой и Господь и нас сотворил. А как это наследовать? Не только вопонимение заповедей, внешним законом, но внутренним. Как и Господь говорит, отвержится себя, должен отказать от своеволия, от самолюбия, от того, что нам нравится, и знать, что это нас водит от Господа. Что мы самое главное, что же в любви Господа Бога всего, всем сердцем, и ближнего своего, как самого себя, и действительно любить, а не притворяться, и не дать виду, а на самом деле, душевно, духовно, и сердечно любить себя, любить Бога, и стараться именно воплоять закон Христов, отказаться от себя, от своего собеседника, таким образом, когда можно и сказать, мы можем расследовать Сарство Небесное с Божьей помощью, потому что Господь именно кончает словами, что это нам будет очень трудно, у человека невозможно это, а с Богом все возможно. Именно Он нам даст благодать, силу, разум, познание, чтобы мы перебороли все, и именно были правильные наследники Небесного Царства. Аминь. Сарство Небесного Царства Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова